Как работает эта шинковка? Я просто вам показываю, и я быстро шинкую капусту, чтобы было понятно мелкими хлопами. Доброе время суток. Несмотря на то, что сейчас у нас 8 вечера, понедельник, я решила приготовить борщ. Для этого мне понадобится мясо, у меня баранина, я купила в Теско 20 евро, капуста 1 евро, свекла и морковь я купила в магазине Молдова по 1 евро килограмм тоже. Укроп там сегодня взяла, томатная паста из Литвы, лимонный сок из Литвы, соль морская тоже оттуда же. И вот я хочу еще лавровый лист, гарлик, чеснок сушеный добавить, белый перец и розмарин. Вообще, чтобы приготовить борщ, мне понадобилось закупаться несколько раз в разных магазинах, потому что, к примеру, я пришла в Теско, хотела там все купить, да? В Теско не было капусты, из свеклы как раз. Мне пришлось как бы капусту потом в Литвы докупать, как раз мы ходили и там закупки сделали. Точно так же вот лавровый лист я покупаю в польском магазине, да? Сегодня у меня закончилась, оказывается, соль, я побежала, вот, Теско соль купила. И пока я все эти ингредиенты собрала, я только сегодня в три разных магазинах ходила. Теско, Литвы и Молдова. Мясо я уже поставила, не борится. И вот про шинковку хотела сказать, что она облегчает работу на 25%. Хозяйки при приготовлении пищи и консервации овощей нашинкуют прекрасно. Нашинковала я капусту, мне этого достаточно. Спасибо Асель, моей маме за такую прекрасную шинковку. Я ее вот привезла последний раз, когда я ездила в Казахстан. Свеклу я нарезала такими небольшими дольками и сразу полила лимонным соком. Капусту отправила к мясу, поставила 50 минут. Сейчас добавлю свеклу. Сейчас я прошло полчаса, проверяю. Еле-еле кипит мой борщ. Здесь вот, как вы видите, свекла, капуста и очень много мяса у меня получилось. То есть, прям мясо вот на костях, снизу тоже. Следний ингретент, который я добавлю в борщ, это картошка. Я нарезала ее маленькими кубиками, потому что мне так нравится. Я уже добавила в борщ соль, все специи, которые я хотела. И сейчас поставлю таймер на 20 минут, добавлю картошку и все. Завтра утром борщ у меня будет уже готовый. На следующий день вот я перелила борщ в стеклянную кастрюлю. У меня получилось очень много борща. Мясо сейчас я нарежу мелкими кусочками. И все можно будет разогревать борщ и подавать со сметаной.